Вот, конец речи, и значит, то, что мы будем строить, ну, в принципе, я, наверное, не сегодня, а вот в следующем занятии, я должен буду поговорить про эльбисконечность морфизмы и вещи такие, да, но сейчас, как бы, вот если есть G1 и G2, это две DG-алгебры Ли, две DG-алгебры Ли, и, как я там вначале еще говорил, что можно, как бы, писать статьи в несколько ослабленном смысле стрелки G1 и G2, которые, в случае, если это ослабленная стрелка, квазизоморфизм, то более-менее это означает морально, что это некая резольвента от G1, как алгебра Ли, то есть вот эта штука, она там сама квазизоморфно отображается в G1, и некоторая, она отображается честно, уже тоже, естественно, как квазизоморфизм, в некоторую резольвенту от G2, вот, G2, ну вот как-то так, то есть в смысле, что на самом деле, понятное дело, что если у нас G1 и G2 отображаются друг другу честно, вот это отображение нечестное, вообще говоря, вот то, что называется L-бесконечность, я сейчас напомню, ну скажу, не буду глубоко сейчас это обсуждать, но в следующий раз, вот, то есть морально то, что мы говорим, это примерно такое, да, потому что, вот, ну и в таком контексте, на самом деле, если вот в таком контексте, оказывается, что этот квазизоморфизм всегда обратим, вот, а если мы бы как бы осматривали, ну, другое, вот, честное отображение, то квазизоморфизм, как мы говорили, он не всегда обратим, да, то есть вот. Ну хорошо, значит, смотрите, значит, вот у нас есть там, ну вот это, не, ну есть некое формальное определение, я не буду сейчас углубляться специально, но на самом деле оно задается некоторыми такими своими коэффициентами Тейлора, то есть вот O1, O2 из λ2 G1 в G2 минус 1, то есть это значит, что некое отображение, которое уменьшает градуировку на единицу, U3 L3 G1 в G2 минус 2 и так далее, вот, и смысл этого в том, что вот O1 идеально это было бы отображение алгебры Ли, то есть на самом деле то, что мы как бы тут накладываем, ну, то есть, опять-таки, то, что сейчас говорю, это не есть определение понятия, это нечто вот просто я говорю, чтобы было, может быть, понятнее, что происходит, а потом я это расскажу в деталях, вот, значит, O1 должно быть отображением комплексов, ну, отображением комплексов, то есть, даже алгебра Ли, да, это комплекс, вот, и, значит, ну, если это квази-изоморфизм, в случае L-infinity квази-изоморфизма, это O1 квази-изоморфизм комплектов, вот, вот, а дальше, значит, O1, оно как бы не есть отображение алгебры Ли, а оно отображение алгебры Ли с точностью до границы, то есть, O1 от G1, G2, там G1, это такое, другое же, не готическое, а такое, ну, G1, G2, это, блин, я извиняюсь, X1, X2, вот, это элементы G1, вот, значит, минус O1 от X1, O1 от X2, ну, вот, это должно быть на самом деле нечто, нечто, вот, что я буду обозначать, такой коммутатор D с некоторым вот этим U2 от X1, X2. Значит, U2, это, соответственно, вот следующая компонента, она сдвигает степень на единицу, как мы тут видим, поэтому, когда мы берем от нее D, то она, значит, все сохраняет. А теперь вот это вот значение, то есть, вот это D, вот такое вот обозначение от U2, ну, не обязательно U2, а для чего угодно мы будем его использовать, это на самом деле D, ну, стало быть, во второй вот этой алгебре от U2 от X1, X2, ну, и тут, значит, теперь минус, в данном случае это будет плюс, потому что у нас U2 нечетное и D нечетный, то есть, плюс U2 от D, D в смысле первая алгебра, от X1, X2, да, и плюс-минус, соответственно, U2, X1, D, G1, X2. Ну, вот, я думаю, что понятно, я сказал, то есть, мы как бы хотим, чтобы U1 было не просто, не было, мы хотим ослабить требования, чтобы U1 было отображением алгебры Ли, но мы, значит, его ослабляем таким образом, что это отображение алгебры Ли с точностью до гомотопии, но для того, чтобы это все имело смысл какой-то такой, гомотопический хотя бы, вот, это надо на U2, вот у нас будут тогда U2, должно удовлетворять каким-то своим соотношением с точностью до D3 и так далее, то есть, должна быть такая когерентная система, значит, вот этих самых, тоже, окей? Вот, ну, значит, смотрите, в нашем случае у нас G1, значит, я в прошлый раз немножко, наверное, неправильно использовал обозначение, я наше пространство называл V со звездочкой, и я писал симметрическая алгебра от V, значение функции на V со звездочкой. Давайте мы сейчас эту звездочку иллюминируем, наше пространство будет V, тогда, значит, наша алгебра будет симметрической алгеброй от V со звездочкой, V к ничномерному, это, кстати, важно, вот, допустим, вещественное на самом деле пространство, размерность меньше бесконечности, явно и для рационального, но дело в том, что вот у нас будут какие-то числа появляться, в частности, сегодня, но сегодня у нас будут только рациональные появляться, но в принципе эти числа, вот, совершенно удивительно, что они появляются из задачи, которая рациональная по сути, но при этом все решения, которые можно написать, они, там, какие-то трансцендентные, вот, но при этом на самом деле есть теорема, что решение в рациональных числах тоже существует, но оно, она доказывается совершенно неявно, она доказывается вот через подход Тамаркина, который мы будем изучать, там, значит, эти числа строятся через коэффициенты ассоциатора Дринфельда, и как бы теорема использует, что существует ассоциатор Дринфельда над рациональными числами, и это тоже теорема существования. То есть вот просто вот как бы удивительно, что задача, хоть и, в общем, ни разу не трансцендентная, но числа, которыми ее можно решить, явным образом они всегда трансцендентны. Вот, значит, да, и тогда, значит, вот я буду обозначение вот такое, поливекторные поля от В, это просто, значит, полиномиальные сечения, да, от и той степени, внешней и той степени, от касательного расслоения к В, вот так, да. То есть это такие как бы, типа как в локальных координатах, локально, ну, у нас вообще все локально, потому что у нас векторное пространство, поэтому локально мы поставим скобки. Такие выражения можно написать просто как вот wedge product, вот wedge это вот эта штука векторных полей, да, то есть можно написать что-то типа там, ну, локально можно написать сумму, вот если это, допустим, катая вот эта штука, можно написать по И1, там, не знаю, меньше-меньше ИК от единицы до размерности В, и тут можно написать что? Можно написать А, И1, ИК от Иксов, то есть это функции некоторые, полиномиальные, да, то есть это симметрическая алгебра, которая со сбережкой. Вот, на d по dx и 1, вот так вот, на d по dx и K. То есть вот это вот такое локальное, значит, представление, как бы если у нас K равно 1, это просто векторное поле, а в общем случае что-то более общее. Надо заметить, что вот я в прошлый раз об этом говорил, давайте я скажу на всякий случай тоже, что если мы вот, например, бивекторное поле, это когда K равно 2, пишем как V1 умножить на V2, вот как просто вектор, два векторных поля, то это вот представление не определено однозначно. То есть V1, F на V2, например, это то же самое по определению, потому что у нас тут сечение над функциями, что значит V1 на F, V2. Ну, на самом деле, значит, вот это поливекторные поля, как векторное пространство, градуированное, на нем есть структура даже алгебры Ли, которую мы бегло обсуждали, но давайте мы ее потом еще, может, еще раз обсудим. В общем, короче говоря, значит, смотрите, я хочу, чтобы, значит, вот у 1 было почти что отображением алгебры Ли, то есть отображением с точки чего-то, значит, точного, и вот эти что-то должны подобным конгерентностям высшим удовлетворять, которыми мы потом займемся. Но, значит, пока давайте вот обратим внимание на следующее. Да, G2, это, конечно, наш комплекс Хокшильда, причем даже не, ну да, можно считать, что весь комплекс Хокшильда, а можно считать, что это полиномиальная его часть, то есть это, ну, обычно так считают, то есть что это вот как бы отображение, но они обозначаются там у Концевича D-поли от V, да, то есть это, значит, ну, это как бы полиномиальная часть в том смысле, что это, значит, вот эти вот операторы Psi от F, ну, вот от F1, так далее, Fk, которые снова принадлежат, значит, симметрической алгебре от V, вот, и эти операторы должны быть как бы по каждому аргументу дифференциальным оператором, то есть такие полидифференциальные операторы, то есть вот это поле и вот это поле, это разные поле, это поливекторные поля, а это полидифференциальные операторы. Вот, значит, окей, значит, смотрите, значит, по этому делу, вот мы хотим, значит, построить вот УК, значит, пока мы не паримся, каким оно должно там улитворять соотношением, это мы потом выясним. Значит, вот этот вот Hochschild от симметрической алгебры В со звездочкой сдвинутой на единицы минус К. Вот. И значит, что это значит? Это значит, что у нас есть вот здесь вот, давайте только вот M напишу, потому что это как бы просто традиционное обозначение. Вот. Значит, у меня тут есть вот гамма-1 и так далее. Вот гамма-M это поливекторные поля. Вот. И мне по ним надо изготовить некий вот, некую концепь Hochschild. То есть это значит, что я должен определить значение этой концепи Hochschild на N функциях любых полинемиальных. То есть я должен взять еще F1 и так далее Fn и вот по всему вот этому вот изготовить элемент симметрической алгебры от В со звездочкой. То есть вот функцию еще одну. Вот. И собственно, вот то, что я вчера, вот это вот точь, да, причем значит должно, да, так как вот это вот N и M, они вообще говоря могут быть совершенно не связаны никак, да, потому что у нас, ну, все градуировано. То есть вот эти вот поливекторные поля, это какие-то, соответственно, K1, K2 и так далее, Km поливекторные поля, и от их градуировок зависит, в частности, вот N, да, то есть мы это увидим сейчас. Вот. Просто то, что я хочу сказать, что вот собственно то, что я объяснял по теории инвариантов в прошлый раз, это вот как мы можем вот строить подобные функции по вот этим данным. вот. То есть, значит, я говорил, что можно, значит, взять вот визуально изобразить такую вот прямую, в которой сидят вот эти функции F1, F2, где-то там сидят, до F, M, а где-то здесь сидят вот эти вот поливекторные поля, гамма 2 и так далее, гамма Km. Вот. И дальше мы будем рисовать граф, который как бы состоит из, ориентированный граф с некоторыми условиями, который состоит из таких стрелок, значит, вот. И каждая стрелка, значит, вот здесь у нас таким образом что сидит? Здесь у нас сидит симметрическая от V со звездочкой, вот здесь если там какая-то I, ну вот, да, на какую-то хитую степень от V. То есть, мы хотим вот, чтобы эти стрелки, в стрелках будет сидеть инвариант, значит, вот стандартный инвариант, который лежит, значит, V умножить на V со звездочкой. То есть, мы используем, например, что V со звездочкой умножить на V, это канонический изоморф на эндомархизму V, а тут есть, значит, единица, которая, естественно, сохраняется при действии линейной группы, поэтому эта единица возникает и тут, потому что вот это вот изоморфизм, он на той канонический, что он не зависит от выбора базиса, да, то есть он как бы, но вот этот вариант, который есть образ единицы здесь, можно, естественно, написать явно, можно в V выбрать базис, выбрать базис E1, E, N, E, там, не знаю, dimension V, V, вот, можно взять двойственный базис, тогда вот это вот определяет двойственный базис, вот, то есть вот XI и XI и XI и так далее, XI, N, dimension V, который базис в V со звездочке, он определяется, естественно, таким образом, что XI на EG равняется дельта и G, да, равняется, там, единице, если E равно G и нулю иначе, вот. Ну и вот, и тогда, значит, наш канонический вариант, вот, который тут сидит, образ единицы, давайте мы его кан назовем, он, значит, просто равен сумме XI на XI, только наоборот, потому что, сейчас, ну да, потому что у меня первые координаты это вот эти со звездочкой, значит, нужно наоборот написать, на XI, где E от единицы до размерности V. Ну вот, то есть, если мы выберем другой базис в векторном пространстве, то эта штука будет той же самой, ну, это просто некое там упражнение на все, ну, это очевидно практически, но это простое упражнение. Вот, и дальше, значит, мы хотим, значит, мы будем рисовать какой-то граф, ну, вот типичный пример, который у нас сегодня еще появится, это вот такой, например, значит, так, вот, вот так и вот так, вот. Такой замечательный граф, значит, у нас тут есть два поливертонных поля, гамма-1, гамма-2 и две функции, F1 и F2. Значит, я хочу изготовить вот по ним некую новую функцию, не поливертонное поле, только функцию. Значит, вот у меня вот здесь вот выходят две стрелки и здесь выходят две стрелки. И я хочу, чтобы эти все стрелки, чтобы они как бы, вот, а именно вот эти вот V со звездочкой компоненты вот этих стрелок, чтобы они все как бы спарили вот эти внешние аргументы от поливертонных полей. То есть отсюда следует, что если у меня выходят две стрелки здесь, то сюда я должен посадить бивекторное поле, а сюда тоже бивекторное поле. То есть это бивекторное означает, что это, ну, как бы, гамма-сечение лямбда-2 вот касательного расстояния. Ну, хорошо, давайте предположим, что у меня, значит, вот здесь сидит бивекторное поле, и здесь сидит бивекторное поле, а здесь две функции. И я хочу вот по такой вот картинке изготовить новую функцию. Значит, что я делаю? Я на каждое ребро сажаю вот этот вот инвариант. То есть это означает, что этот инвариант это некий канонический элемент. У меня есть вот отображение как бы из поля вот в этот вот этот самый как бы инвариант. То есть я могу их как бы вот поштамповать большое количество. Правильно, да? Вот. Я, значит, пишу, значит, вот лямбда-2v на симметрическую алгебру v со звездочкой. Это у меня гамма-1. Вот. Теперь я пишу, значит, лямбда-2v на симметрическую алгебру v со звездочкой. Это у меня гамма-2. Вот. Теперь я пишу симметрическую алгебру v со звездочкой. Это у меня f1. Симметрическая алгебра v со звездочкой. Это у меня f2. И теперь я хочу вот столько, сколько у меня ребер. Я хочу наплодить вот этих инвариантов. То есть я пишу v со звездочкой на v. Вот каждому ребру. Их четыре штуки. На v со звездочкой на v. На v со звездочкой на v. И еще раз на v со звездочкой на v. То есть это не v со звездочкой на v, это некий канонический элемент. Да, вот образ единицы. Вот. Ну и теперь я как бы хочу вот, то есть визуально я, конечно, это не так себе представляю, а как граф. У меня вот здесь сидит v со звездочкой, а здесь v. v имеет обыкновение дифференцировать симметрическую алгебру v со звездочкой. То есть у меня есть отображение из v на симметрическую алгебру v со звездочкой в которой есть дифференцирование, да, как мы все знаем. Правильно? Дифференцирование, ну, в смысле частное производное. Вот. И есть, значит, v со звездочкой на внешнюю алгебру v, там, it, там, v минус первую v. И вот, собственно, вот эти вот, вот такие канонические, вот тут тоже я могу написать k и k минус первой. И вот эти вот канонические спаривания я тут и применяю. То есть вот у меня, значит, на каждом ребре сидит этот инвариант. Значит, у меня теперь вот у каждой вершины, вот, например, у этой, будет столько копий v со звездочкой, сколько у меня, значит, вот арность, какое количество стрелок, то есть какова арность векторного поля. Вот здесь будет 2 и здесь 2. Вот. И я могу, значит, их, соответственно, спарить вот с этими лямбда 2v и лямбда 2v. И в результате у меня в этих вершинах будут оставаться, будут оставаться функции только. После этого я могу, значит, заняться другими концами стрелок, вот, выходами, которые делают мне дифференцированную. Ну, знаете, d по d x и t, вот как-то, а это вот будет, на самом деле, d по d x и t. То есть можно об этом вот так подумать. То есть, на самом деле, вот этот канонический вариант, мы его интерпретируем, на самом деле, как сумму от единицы до размерности v, вот, d по d x и t на d по d x и t. Вот. И мы его применяем вот именно в этом смысле. То есть мы, вот у нас есть как бы канонические такие вот дифференциальные операторы, вот полидифференциальный оператор, бидифференциальный оператор первого порядка. Вот. Один действует на нечетных переменах, другой на четных, они еще дуальны друг к другу. Вот. И мы просто вот применяем. Значит, после, ну, понятно, что все эти действия коммутируют. Нет разницы, ну, там порядок как-то важен, если у нас нечетные. То есть мы должны вот у всех выходящих ребер из каждой вершины как бы фиксировать их какой-то порядок, чтобы у нас знаки учитывать, потому что они нечетные, и дифференцирование, они коммутируют с точки до знака, да? Вот. Поэтому, значит, я могу в любом порядке, вот если вот в этом смысле, значит, это все применить. После того, что я это применю, значит, я вот все концы продифференцирую. Значит, нет, надо заметить, кстати, что у меня теоретически и практически у меня вот стрелки могут заканчиваться вот как здесь, например. То есть не обязательно здесь. Тогда я должен вот этим V продифференцировать, соответственно, вот то, что у меня, вот эту вот компоненту от поливекторного поля. То есть у меня как бы дифференцировать, вот концы стрелок могут быть напрямую и в поливекторных полях, потому что они дифференцируют симметрическую алгебру V со звездочкой. И в них сидит V, да? А начало, а начинаться стрелки могут только вот в полуплоскости, потому что там сидят эти бивекторные поля, и начинаться должно ровно столько стрелок в каждой точке, какова арность поливекторного поля, которую я туда посажу. Ну, короче говоря, вот я все вот это вот сделал, и у меня, значит, после этого вот в каждой точке, вот у меня тут было 4 точки, вот здесь сидели, значит, вот разные, вот тут поливекторное поле, тут функция и функция. И получается, что я должен вот каждому вот этому делу, вот это вот гамма 1, гамма 2, гамма F1 и F2, я должен применить некоторый, получается, полидифференциальный оператор по вот и D по Dx и D по Dx, который задается однозначно, естественно, графом и кодируется. Ну, давайте я вот напишу вот как бы так, D1, D2, D3 и D4. Это вот эти вот, это вот как бы результат вот этих вот применений, всех вот этих контракций и так далее. Понятно я говорю? Да? Вот, после этого, значит, я, после этого заметим, что вот здесь вот у меня все нечетные перемены убрались. То есть вот эти вот 4 сущности, это функции. И после этого я их просто перемножаю друг с другом. То есть я просто беру, значит, вот этот вот Пси от F1, которая там как-то, от F1, F2, я просто определяю вот мою эту концепт, как D1, гамма 1 на D2, гамма 2 на D3, F1 на D4, F2. Вот, то есть вот так это и делается в общем случае. То есть вот у меня есть, собственно, еще раз вернусь, вот эта задача, что есть M поливекторных полей, N функции, надо изготовить какую-то функцию. Вот, и я изготовляю такой граф, у которого, значит, стрелки начинаются только верхней полуплоскости, а кончаются либо верхней полуплоскости, либо напрямой. В верхней полуплоскости у меня поливекторные поля, и у меня их M штук, и более того, как бы количество рёбер, количество рёбер из ИТ и вершины должно быть равно дегри гаммы ИТ, а это равняется, соответственно, его дегри в хокшильдовском смысле, минус 1, да, вот это вот гамма, это в смысле поливектор, это, ну, вот если гамма, если лямбда И, там, сечение касательного этого самого, то такое гамма, это будет просто И, а лифская степень, она, соответственно, единицу меньше. Ну, конечно, мы можем её даже не вывести, мы её просто можем написать по вот этому графу. Ну, давайте попробуем это сделать, чтобы было понятнее, да. Вот давайте вот для этого графа напишем, ладно, вот для того, который у меня тут находится. Вот, значит, тут у нас гамма 1, гамма 2, F1 и F2. И давайте вот это у меня будет первое ребро, это второе, это третье, это четвёртое. И давайте я, значит, напишу, соответственно, вот эти инварианты, я не знаю, вот первому ребру у меня будет соответствовать инвариант сумма X и T1, а нет, X и T1 на X и T1, да, второму будет соответствовать сумма X, ну или скорее D, да, мы там обусловились это говорить D по D X, да, то есть D по D X и T1, вот так, на сумма X по D X и T1, вот по И. Ну, второе, точно так же только будет сумма D по D X и T2, то есть у нас каждому ребру свои перемены, да, на D по D X и T2, ну и так далее, это понятно, да. Вот, теперь давайте посмотрим, что мы тут делаем. Вот, значит, что мы должны применить здесь? Мы должны вот эту функцию F продифференцировать сообразно первому вот этому ребру, да, вот как-то, это у нас вот это D по D X и T1, то есть я пишу сразу, что у меня сумма по и 1, и 2, и 3, и 4, это то, что стоит на ребрах, от единицы до размерности V. Теперь я буду все это дело дифференцировать, я, то есть они независимые перемены, вот это вот индексы, по которым бегают вот эти перемены, вот, значит, здесь будет стоять, значит, вот сначала для первого, вот, где вот F1, да, тут будет стоять D по D X и T1 F1, это понятно, да, просто вот я беру и дифференцирую, да, теперь давайте возьмем вторую функцию, кто у нас тут будет стоять? У нас тут будет стоять вот F2, я к нему применяю D по D X и T2 на D, D в квадрате, да, ну, тут немножко не очень хорошее, потому что здесь квадрат стоит, давайте я лучше буду вот просто писать без D в квадрате, D по D X, то есть не и 1, 1, а это и 2, 2, а это, значит, и 4, 4, да, потому что четвертое ребро, вот, это я применяю к F2. еще раз, да, да, мы уже просто сразу пишем, вот, когда мы ухожем, ну, что, можно, конечно, по отдельности этим заняться, потом перемножить, но вы же спросили написать, вот я и пишу, как бы, да, вот, теперь я то же самое делаю, значит, вот в этих поливертных полях, но тут у меня, значит, действие двояко, вот у меня, например, гамма-1, я сначала должен его спарить с вот этими вот нечетными переменами, то есть спарить с, соответственно, вот этими все, это значит, что я должен, наоборот, подставить в него D, соответствующие дифференциалы D, X и T, да, вот спарить, как бы, понятно, да, вот, поэтому я буду тут писать, соответственно, D, значит, 2 и 1, то есть это значит D, X, 1 и 1 на D, X, 2 и 2, потому что первое и второе, вот я спарил, получил функцию, и теперь я эту функцию должен продифференцировать D, X и 3, 3, вот, вот это то, что у меня, вот эта сущность, это то, что у меня теперь будет стоять вот в этой точке. Что вы говорите? По сути, конечно, да, да, конечно, да, вот правильно вы говорите, да, вот то, что тут стоит вот внутри, это, соответственно, если я пишу, что гамма-1, вот то, как я раньше писал, это A, I, 1, A, I, 2, A, I, 1, I, 2, а тут, значит, D, D, X, I, 1, D, X, I, 2, да, то это, конечно, правильно вы говорите, вот то, что здесь стоит, это просто A и 1, I, 2, и теперь я должен, вот эта A, эта функция, и я беру эта A и применяю ее там по D, X, I, 3 как-то так, вот то, что тут написано. Вот, осталось последнее. Вот, последнее это, значит, будет вот это вот гамма-2, и тут у меня нету никаких входящих стрелок, то есть я только беру и вот эту гамму-2, применяю, значит, d, x и 3, 3 на d, x и 4, 4. Ну все, мне кажется, что сейчас, спасибо, кстати, вам большое за ваш вопрос, потому что это было, я думаю, полезно сказать таким образом один раз, да? Вот, я думаю, что понятно теперь, что происходит, да? Да? Понятно? Или сейчас нет? Я вернусь, извините, непонятно. Нет, нет, а в чем, ну скажите, ну почему, мы что-то все учимся, но в чем проблема? Я тоже учусь. Боря? Да. Извините, пожалуйста, округуйте, пожалуйста, жалюзи на окне до конца. Закрыть? А? Закрыть, да. А что, плохо видно, да? То мне кажется... Нет, просто там солнце, и она, это плохо влияет на камеру, она просто не понимает, что ей делать. Вот, лучше гораздо, все, спасибо. Ну так, зато у нас солнышком меньше стало. Ну ладно. Зато запись лучше. Хорошо, хорошо, я не против. Давайте тогда я, может быть, включу свет, да, вот этот, у доски, это можно же сделать, да? Можно, можно, да, да, и свет, да, скинь, да. Вот, а значит, да, так, значит, да, вот был ваш вопрос, сейчас сначала я, да, вот... Смотрите, смотрите, вот есть такая фигня называется дивергенция векторного поля, знаете, что такое дивергенция, что это такое? Д, вот вы берете, вот у вас векторное поле, это сумма, значит, ВИТ, АИТ, ДПДХИТ, локально, да? Значит, а вы хотите по нему написать функцию. Сумма, значит, ПИ, ДПДХИТ от АИТова. Вот это функция. С точки зрения того, как я вот сейчас тут об этом говорю, вот это вот результат того, что у меня нет вообще точек внизу, есть одна точка вверху, в которой сидит это векторное поле, и граф выглядит вот так. То есть это петля, которая начинается и заканчивается в нем самом. Потому что это означает, что я должен вот это, то есть это вот на моем вот этом языке означает, что я должен взять В с ДХИТ, это, собственно, я получаю АИТ, да? И после этого вот это дело продифференцировать по Д, по ДХИТ и взять сумму по И. Это вот получается в точности дивергенция. Вот то, что тут происходит, это просто как бы более общее применение подобной конструкции. То есть то, что мы делаем, это мы как бы изготавливаем по М поливекторным полям и Н функциям новую функцию инвариантным образом относительно замен линейных. То есть это означает, что вот, да, что мы как бы, ну, что это, конечно, относительно всех дефиаморфизмов нелинейных пространства В нефевариантно, но относительно как бы линейных замен одних и тех же. То есть вот у меня, соответственно, вот есть, собственно, поливекторные поля, там на В в какой-то степени М на симметрическую алгебру от В со звездочкой в степени Н, и я строю отсюда отображение в симметрическую алгебру со звездочкой. Причем у меня, значит, вот эта линейная группа, ЖЛВ, она диагональным образом действует здесь, 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 везде она действует диагональным образом. И я хочу, чтобы вот то, что я строю, было, соответственно, вот эквивариантно, да, в том смысле, что вот это вот поливекторные поля, это вот то, что я строю, да, от степени М на симметрическую алгебру В со звездочкой в степени Н. Значит, теперь я могу диагонально применить действие какого-то элемента А обратимой матрицы в замену этих самых координат. Причем одно, ну, понимаете, тензорное произведение представлений групп, то есть оно диагонально действует, да, то есть если есть там L1 и L2, то Ж на этом действует как Ж на L1 умножить на Ж на L2, да, то есть это как бы таким образом происходит. И вот вы действуете, соответственно, М плюс Н раз одним и тем же ЖЛВ, да, потому что тут у вас вот понятно, что и поливекторные поля, и функции, это модуль над ЖЛВ, это очевидно, да. Вот, получаете, естественно, значение в том же самом. Вот, М на симметрическую ВСЛТ в степени Н. Вот, теперь тут вы изготавливаете ПСИ вот это, которое я изготавливаю. Вы хотите найти самый общий вид как бы такого ПСИ, которое бы отсюда било в симметрическую алгебру В со звездочкой. Вот, здесь была бы, здесь было бы тоже вот это ЖЛВ, которое уже тут действует. В симметрическую алгебру В со звездочкой и здесь ПСИ. То есть одно и то же ЖЛВ, естественно, здесь и здесь. Это элемент, да, это А, А в этой самой ЖЛВ, то же самое, естественно, и тут, и тут, да. То есть мы хотим, как бы, задача такая, вот как мы можем рисовать такие штуки, которые вот наиболее общие, которые этому свойству удовлетворяют. Ну, утверждается, что мы как бы, мы можем брать как бы произведение, мы можем делать что-то более общее, мы можем брать элементы, которые уже инвариантны относительно ЖЛВ и применять инвариантные операции. И, собственно, вот тут мы это и делаем. Мы берем вот этот вот канонический инвариант из В со звездочкой на В. Это инвариант. То есть от того, что я вот, например, беру там какое-то выражение и заменяю его на то же самое выражение, умножить на этот канонический инвариант. Вот это вот преобразование, так сказать, операция, она ЖЛВ и квавариантна. Потому что вот эта штука, ну, понятно, да. Вот, после этого, значит, я могу много раз это сделать. И после этого я могу применить вот эти вот спаривания, которые, как вы понимаете, тоже таким свойством удовлетворяют. Вот, да, то есть вот эти вот В со звездочкой на там лямбды К, К минус 1 и И минус 1. То есть вот эти, то есть я, у меня на самом деле есть три ингредиента моих операций. И утверждение как бы заключается в том, что вот то, как там описано, это наиболее общий ответ на этот вопрос. То есть, значит, три действия следующие. Во-первых, я могу много раз вот писать такие вот дела. После этого я могу как бы концы В, концами В вот дифференцировать функции. Это будет, соответственно, тоже вот эта операция, вот как некая ПСИ, да, вот если я сюда поставлю, ну, ПСИ штрих, вот эту вот операцию, то такая же диаграмма будет коммутативна. И то же самое здесь, ПСИ 2 штриха. Это, соответственно, дифференцирование по ксям вот этим. Вот, ну и все. И вот, собственно, говорится, что на самом деле штампуется огромное количество вот ответов на этот вопрос просто вот таким образом, что я использую канонический инвариант и использую вот эти два инвариантных, как бы, дифференцирования. Понятно же? Сейчас понятно. Вот. Теперь вы. ПСИ, это да, это вот эта вот концепь, которую вот мы здесь вот как бы изготавливали по вот эту вот ПСИ, да. Что это здесь? Так, а вот же написано. Вот это вот это D1 от F1, вот это D2. Ну просто я это написал, как бы я сразу написал, что такое их произведение, но вот то, что я делю, вот это вот все. Это D3 от гамма 1 и это D4 от гамма 2. То есть это вот результат применения всех D по DX и D по DX. Д3 от гамма 2. Ну вы могли бы вместо, вы могли бы вместо произведения писать просто тензорное произведение. Это был бы немножко предыдущий шаг. Я как бы его сразу сделал просто обычным произведением, но в принципе, если вы действуете по теории инварианта, вы могли бы здесь писать вместо вот такого произведения просто тензорное произведение, а потом взять уже из этого тензорного обычное произведение. Ну и тогда вот эти вот факторы в тензорном произведении, это собственно и есть вот эти вот D, о которых тут говорилось. По определению. Понятно? Ну сейчас понятно. Нет, это просто, нет, это я просто объяснял, что вот я как бы по вот этим двум поливерторным полям, двум функциям, сначала каждую точку я сажаю некоторый как бы полидифференциальный оператор и по счетным и нечетным переменам, и этот полидифференциальный оператор, он связан вот с геометрией графа. Вот собственно вот таким вот образом, что я на каждое ребро сажаю канонический вариант, теперь у меня вот есть и один, и два, и три, и четыре, которые соответствуют каждому ребру. Вот этому ребру первому у меня соответствует и один, второму там и два, я же там не помню какое, да, вот этому лучше так сказать, и один, этому и два, этому и три, и этому и четыре. И после этого, значит, у меня, соответственно, с каждым входящим и выходящей стрелкой возникает либо D по DX соответствующий, либо D по DX. И это и есть этот самый. Ну как бы, по-моему, правильнее об этом думать таким образом, что я использую три действия, каждое из которых инвариантно, а именно это внедрение вот этого канонического инварианта в любом количестве конечном, и вот эти вот две. А, нет, еще, конечно, я использую четвертое действие, а именно это произведение, которое тоже инвариант, из симметрической алгебры от V со звездочкой, там в какой-то степени, не знаю, большой, симметрическую алгебру от V со звездочкой. Вот это четвертое действие, которое, соответственно, тоже удовлетворяет вот этой инвариантности. Ну и все, поэтому я таким образом могу штамповать эти операции. Понятно сказал? Хорошо. Будем двигаться дальше. Так, давайте за временем следить. Я начал чуточку позже, да, минут, наверное, на сколько? На 10, да, или? То есть мы до часу буду говорить, потом сделаем минут 5 перерыв, да, или без перерыва, как вы хотите? Хорошо, можно я вам напомню, пока я не забыл, то есть себе напомню, что я хотел вас спросить насчет, вот вы мне говорили, что после недели или двух там на МКН видно, кто записался. Вы мне опишите в Телеграме или в e-mail, как я могу это посмотреть, чтобы просто организовать этот процесс? А, окей, я должен у него спросить, как бы просто, то есть нет никакой открытой формы, где я могу это увидеть, как... А, понятно, ага. Сейчас, значит, я должен спросить про бакалавров у Степана? У Федя Петрова, да? Хорошо, да. Нет, спасибо большое, я понял, я просто напишу им тогда. Так, все, теперь, значит, вот мы вот это стираем. Вот, все, значит, это я рассказал, значит, после этого мы, значит, я в прошлый раз построил, как бы вот это вот гамма-1, U1, которое должно было быть квазизоморфизмом комплексов, и оно называлось отображением Хукшельда-Коста-Розенберга. Сейчас я его напомню, потому что вы уже теперь понимаете, как эти графы устроены, вот я его сейчас напомню снова, и мы заодно покажем, что это, по крайней мере, мы покажем, что это отображение комплексов, то есть что это к-цикл, да? К-цикл. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... соответственно квазизоморфизмом. И больше ничего пока. Ну, потом она должна быть еще как бы отображением алгебры Ли с точностью до d от u2. Ну вот, значит, то, что я как бы говорил в прошлый раз, это у меня есть одно поливекторное поле гамма, n, n, ну, k гамма, k векторное поле, вот. И есть k стрелок. Столько же. Это и это k одно и то же. Ну, собственно, да, больше особо ничего не остается, потому что вот у меня, ну, прикиньте, вот у меня есть, значит, некий, я задаю себе вопрос, как мне нарисовать граф, у которого, значит, поливекторное поле, только одно. Ну, я, конечно, мог бы писать вот вещи типа дивергенции, вот как я тут писал. То есть вот как бы запетливать, зацикливать эти вещи. Но давайте я не буду это делать. То есть я хочу, чтобы у меня граф был без вот этих простых петель. Вот. Вот тогда, значит, я что должен сделать? Я должен, ну, у меня как бы ребро, значит, может начаться только здесь. Значит, все ребра должны начинаться вот в этой точке. Уже здесь они по определению не могут начаться, вот как мы это дело делаем. Вот. Значит, они должны все начаться здесь, закончиться они могли бы либо здесь же, но тогда бы это была бы петелька, которую я решил не использовать, либо, значит, вот здесь. Ну и, в общем, это единственное, что остается. Вот. Значит, давайте напишем оператор, который мы сообразно той формуле, значит, вот делаем. Вот это некий ПСИ, который мы сопоставляем с гаммой 1, а, просто с гаммой. И она действует на F1, FK. Вот. Тут F1 стоит FK. То же самое FK, естественно. Вот. И это, значит, должно быть равно, на самом деле, если разобраться, просто вот такой вот штуки. Гамма, а тут мы пишем DF1 на DFK. Вот. Это немножко более сокращенная, такая упрощенная, улучшенная формула, потому что, ну, по большому счету, я, если следовать вот этому алгоритму буквально, то я должен написать чуть-чуть другое выражение, да. Я должен написать сумму там по И1, так далее, там, ИК от единицы до размерности В. Тут я должен написать гамма с D, X, И1, там, ну, да, D, X, ИК. Вот. Ну, да, вот можно так писать, да. А тут я должен написать, а тут я должен, да, и после этого, значит, вот я еще должен, вот, я таким образом написал оператор D, который с этой точкой ассоциируется, и теперь у меня с каждой функцией еще D по D, X, вот, ассоциируется F1, и так далее, D, F, K по D, X, И, K. Вот. Ну, то есть, в принципе, это другое немножко выражение, чем это, но все понимают, что это одно и то же, да. Я надеюсь, что все понимают, что это одно и то же. Потому что D, F, И, Т, это сумма, K, Т, L, Т, это сумма, значит, что это сумма, D, X, И, Т на D, F на D, X, И, Т. Вот если я, как бы, каждому вот этому D, F такую вот штуку сделаю, то вот у меня получится ровно то, что тут написано. Понятно, да? То есть я могу об этом, значит, думать вот таким вот образом, и это прекрасная формула. Понятно, Аршак? Вот то, что я сейчас, да? Просто в прошлый раз я помню, был вопрос, почему это коцикл. Я как-то бегло сказал, но вот из этой формулы мы сейчас это увидим просто мгновенно. Потому что, ну, смотрите, значит, я хочу, чтобы это было отображением комплексов, но в левой части у меня дифференциал равен нулю. Вот. Поэтому, значит, чтобы это было отображением комплексов, мне нужно просто, чтобы это было, чтобы примененный к любому гамма, это был цикл относительно вот этого дифференциала Колшинда, да? Вот. То есть, чтобы это было отображением комплексов, мне ровно... То есть, надо проверить, что это коцикл. Вот. Ну, хорошо, значит, это должен быть коцикл Хоукшельда, то есть, условием он должен удовлетворить таким, что если я беру теперь k плюс 1 функцию, то это, значит, выражение должно быть следующее, должно быть равно нулю. f1, там, psi на f2, fk плюс 1, да? Минус psi от f1, f2, f3 и так далее, плюс-минус, плюс-минус, там, psi от f1, fk, fk плюс 1, и тут дальше будет плюс-минус единица, хрен знает в какой степени, вы лучше меня сообразите, я думаю. Значит, я думаю, что в степени n плюс 1, наверное, или нет, n, наверное. Вот. То есть, они чередоваться должны. f1, fk, fk плюс 1. Ну вот, то есть, вот такое вот выражение. Я хочу проверить, что оно равно нулю для вот этого вот дела. Ну, это как бы очевидно, по следующей причине, потому что вот сначала можно заняться вот этими вот членами, которые посередине стоят. То есть, я вместо, я пишу, вместо, то есть, я пишу там it и член. То есть, у меня тут получается, что я исследую такую вещь, гамма на df, там, 1, и так далее. Вот в этом месте у меня будет теперь произведение 2f. fi, fi плюс 1, вот, а потом df, i плюс 2, там и так далее, да. Вот, я хочу на счет написать. Но, естественно, я использую правило Лебница для, значит, вот, то есть, нет, здесь у нас k в чем-то. А, нет, k плюс 1, да. Ну, всего их k плюс 1, да. Вот, значит, я использую правило Лебница. Я пишу, что df, i, fi плюс 1, это, соответственно, fi, df, i плюс 1, плюс df, i, fi плюс 1. Вот, ну и поэтому у меня, значит, каждая такая штука будет давать 2. Во-первых, она у меня будет, значит, неким знаком, и этот знак, это минус 1 в степени i, что важно. Вот, и теперь с этим знаком у меня на самом деле здесь будет стоять следующее. Будет стоять, вот, fi от гамма там на d, f1, и так далее, без d, fi, да. Тут будет, значит, f, d, f, да, ну вот, то есть будут все d без, без, ну да, то есть не будет df и t, а все остальное, f и t уйдет сюда. Вот, и плюс, и это все будет с этим знаком минус 1 в степени i. Вот, то же самое, f и плюс 1. Гамма, значит, d, f1, так далее, d, f и плюс 1. Вот, отлично, все, теперь, как вы видите, у меня каждый член расплодил две сущности, которые еще идут с переменными знаками, и поэтому, естественно, эти сущности сократятся, когда я вспомню, что у меня этих членов очень много, и они идут с переменными знаками. И единственное, что у меня не сократится, это вот, когда я вот буду делать вот эти срединные члены, единственное, что у меня не сократится, это когда у меня вот будет f1 стоять, а тут будет стоять гамма там на d, f2, на так далее, да. И когда у меня будет последнее f, там f, k плюс 1, а тут будет стоять гамма на d, f1, на… Ну, понятно, если у этих просто не будет пара, это самое левое, это самое правое, но они сократятся вот, соответственно, с первым и последним членом. Ну, все, то есть это концикл. В принципе, это, ну, я не знаю, графически это даже, мне кажется, можно понятнее объяснить, а именно, чтобы когда мы, вот если у нас есть… Вот я, собственно, в прошлый раз пытался сказать вот это, но было как-то не очень понятно, судя по всему. То есть то, что я пытался сказать, это я вот то же самое рассуждение пытался сказать, что вот у меня как бы ситуация такая, что у меня вот этот и ты центральный член, вот он в сумме центральный, он у меня, значит, дифференцирует произведение. Ну, на такое… вот то, что… Вот это, кстати, очень важно для нас, что каждый член, который получается в результате такого дифференцирования, дифференцирования и вообще, кстати, всех операций, с которыми мы будем иметь дело, это некоторый оператор, который вот такого же типа, только который соответствует немножко другому графу. Вот это очень важно. То есть мы на самом деле, у нас вся алгебра, она как бы происходит внутри графа. Вот. И теперь, значит, вот просто то, что вот это вот, это, ну, понятно, что это вот на самом деле у меня вот получается, вот если это и та стрелка, или плюс первая, я даже не знаю, и плюс первая, наверное, то вот это вот у меня и ты, вот это будет и ты. Вот будет вот так, там плюс, значит, наоборот. Вот тут будет и ты, тут будет и плюс первый. То есть и плюс первый пропущен. Их всего, соответственно, х плюс одна штука вот этих точек. Вот. То есть, ну, это реально то же самое, ну, просто я думаю, что если я вот так написал в виде формул, может быть, это легче понять, что имеется в виду здесь. Ну, понятно, что это то же самое, да? Но на самом деле, это тем не менее важный момент, что то, что мы получаем, вот применяя там границы, скобки, скобки Герстенхабера и все такое к двум элементам или к большему количеству элементов, которые сами по себе являются косопиями, связанными с графами, это будет снова сумма, возможно, по некоторым другим графам. Вот тоже такого же типа. То есть мы работаем внутри операторов вот такого вот типа, которые ассоциированы вот с графом гамма. Ну, вот здесь вот мы видим, что вот мы применили некоторый оператор к такому графу. И на самом деле мы получили сумму двух графов. Не одного, а двух, да? Понятно, да? Ну, это просто как объяснение. Все. Ну, прекрасно. То есть мы на самом деле показали, что это к-цикл, а с другой стороны, в прошлый раз мы показали, что у нас, мы в прошлый раз показали, ну, мы посчитали с помощью, когда, по-моему, посчитали, да? В прошлый раз вот мы сказали, что эти хокшлевские когмологии, любой алгебры, это там X3 в категории AB модулей из A2. И мы вот у этого дела взяли некую бар резольвенту, и мы потом взяли другую резольвенту. С помощью бар резольвента мы получили хорстый комплект, с помощью другой мы получили, то есть типа комплекта вот этой резольвенты Кашуля, да? Мы получили, соответственно, некоторый комплекс, который уже очень маленький, и он дает напрямую поливекторные поля. Но нужно немножко повозиться, чтобы вот использовать эти две резольвенты, чтобы, давайте я вам оставлю это как задачу, чтобы действительно увидеть, что вот этот вот изоморфизм когмологии с поливекторными полями от V, вот где A это симметрическая алгебра от V создавшей, что он как бы согласован с этим вот отображением, которое называется отображение Хохшильда-Костен-Розенберг. Вот это отображение называется HKA или Хохшильд-Костен-Розенберг. Вот, то есть, значит, вот люди доказали, вот у Хохшильда были статьи в 60-х годах еще, они показали, что для любой алгебры, на самом деле он занимался деформацией ассоциативных алгебр, то есть история еще с тех его работ началась, может еще с более раннего чего-то. Но он показал, что на любой, что на когмологиях любой алгебры, вот у вас получается, ну, не любой алгебры, а алгебры, не, он другое показал, наверное. Ладно, я, наверное, сейчас немножко, я не помню, честно говоря, в какой там исторической последовательности было. Но, в общем, это, несомненно, было известно еще очень давно, что вот этот вот Хохшильд-Костен-Розенберг, он мало того, что является, значит, отображением комплексов и квазизоморфизмом, я думаю, нормально оставить в виде упражнения, если мы уже знаем когмологии, знаем отображение, оставить в качестве упражнения, проверить, что это отображение реализует этот изоморфизм. Правильно ведь, да? Понятно, да, что о чем-то? Вот, значит, теперь, на самом деле, это отображение почти что изоморфизм на когмологиях алгебр, ассоциативных, коммутативных и алгебр Ли. А именно, значит, для того, чтобы это было изоморфизмом, давайте я что-нибудь сотру вот здесь, для того, чтобы это было изоморфизмом на самом деле, мне просто нужно сделать очень простую вещь, мне нужно, а, здесь же вот я вот, давайте тогда вот это, все равно уже перерыв скоро, давайте вот пока одну часть только сотру, вот, мне нужно на самом деле вот как бы его ренормировать немножко, то есть поделить на k! и все, то есть я как бы хочу, значит, сказать, что u1 от гамма, это, ну вот, не совсем то, что у меня было, а вот если гамма, это поливекторное поле, ну вот k, давайте вот это, значит, это просто по определению гамма от лямбда и, а, гамма k, там, t, v, вот некоторая получается как бы путаница, вот давайте такое обозначение у нас будет означать, что вот это, а с другой стороны лиевская степень будет вот k-1, да, то есть как бы мы, как бы мы сдвигаем на единицу и рассматриваем лиевскую гадуировку, вот, просто написать, что это, значит, k единица на k факториал, гамма на вот, ну вот да, вот, вот то, что мы до этого определили, вот, от гамма, вот khochst, hochst, rosenberg, это, собственно, вот эта штука. Ну, на самом деле, я думаю, что khochst, hochst, rosenberg, это уже деленное на k факториал, но в наших обозначениях это вот эта штука. вот. А, я же тут мел. А там еще очки у меня, оказывается, надо не зажать. Ну вот, да, теперь я бы хотел заняться после перерыва, я бы хотел просто явно увидеть, и это, на мой взгляд, чрезвычайно полезно, и я, в общем, как-то так, как-то настолько хотел это сегодня сделать, что я даже там вечером у меня что-то там не сходилось, но в конце концов все сошлось, так что давайте мы это сделаем. После перерыва действительно показать, что вот это вот O1, оно обладает вот этим свойством, то есть, что оно является как бы, ну вот, L бесконечность, то есть, что существует такое U2, такое, что значит, вот это, ну, мы это явно покажем. Мы вот знаем, что такое графы в U1, это просто вот такие графы, а теперь мы явно выпишем графы в U2, ну, правда, наверное, давно мы чуть-чуть, в общем, при каких-то маленьких значениях, наверное, просто, а хотя можно и для любых. Ну, значит, смотрите, на самом деле вот общий принцип, давайте вот последнее, что я скажу, общий принцип такой, что вот у Ката от вот гамма-1 и так далее, гамма Ката вот там от F1 или M, да, у нас было M, от F1 FN, вот, это сумма по всем графам, значит, у которых M вершин, M вершин на плоскость, на прямой, прямой M вершин на плоскости и 2M плюс N минус 2 ребер. Сейчас мы объясним, почему столько ребер. Вот. И тут, значит, я пишу некоторый коэффициент, вот, умножить на вот этот вот оператор, который я вам вот определил, который вот так вот пишется. Давайте вот этот оператор мы назовем U-гамма. От гамма там от F1. Значит, вот этот вот оператор, он строится по теории инвариантов и, собственно, мы его уже построили. Вот. А дальше, значит, выясняется, что, ну, наверное, эту формулу надо будет немножко подправить, я это впоследствии сделаю. Но смысл в том, что вот теперь, когда я хочу определить, значит, вот это вот U-M, у меня будет сумма по всем графам с, вот, если тут M, тут N, с N вот этими вершинами, M на плоскости, и 2M, 2M плюс N минус 2 ребрами. И каждый граф, вот каждому графу соответствует некоторый оператор, и каждый вот этот оператор идет с некоторым весом. Вот этот вот вес, это, собственно, и есть, в общем, трансцендентные числа. То есть в нашем случае вот этот K-факториал, это просто вес графа вот такого, да. Ну, то есть тут мы его, тут он очень простой вес, то есть он как бы совершенно рациональный и даже очень простой. А в общем случае это сложные числа, и у них как бы самая загадочность и заложена. То есть вот мысль, которую я хочу как бы показать, это то, что прежде чем там приводить явную конструкцию, как там каких-то интегралов по конкурсионным пространствам, например, вот, я хочу сказать такое, что вот давайте мы предположим, что мы это каким-то образом знаем и попробуем как бы подобрать вот эти числа. Вот, ну, в каких-то простых примерах. И вот этим мы займемся после перерыва, вот для U2. А давайте вот я сейчас только последнее, что скажу до перерыва. Это я объясню, потому что я вообще не понимаю, почему вы мне не задаете вопрос. Я бы вот на вашем месте задал бы вопрос. Почему 2M плюс N минус 2? Откуда оно взялось? Почему 2M плюс N минус 2? Ну, все остальное вроде довольно естественно. То, что тут должно быть N этих точек, потому что N поле верхних полей N, где функции, довольно естественно. А почему Реберта 2M плюс N минус 2? Вот. На самом деле вот это, ну, Максим это так и придумал, на самом деле, вот то рассуждение, то есть, он же все вот эти вот вопросы был, но он, конечно, понял каким-то образом, что это там с топологической теорией поля связано. Потом возник вопрос, а что за топологическая теория поля и какая там размерность? Она бывает не обязательно двумерная. И вот это вот такое вот, собственно, сейчас расскажу, после этого будет перерыв. Я там даже себе шпаргалочку написал, но я думаю, что я без шпаргалочки сумею установить. Давайте возьму на всякий случай. Вот. Ну, смотрите, это на самом деле очень просто. Я бы не стал новую тему начинать там, до, ну, новую вещь начинать до перерыва, если бы это бы там требовало больше уж 5 минут заведомо. Вот. Тут смысл в том, что я хочу, чтобы вот это вот УН, которое я хочу построить, чтобы это было отображением из Н-кой внешней степени поливерхных полей, значит, в Хокшильда, там, издвинутого на единицы минус Н. То есть, существенно, вот этот сдвиг, мы сейчас из него все выведем. То есть, давайте мы предположим, что у нас для каких-то, пусть для гамма-1 и так далее, гамма-M, однородных, да, однородных, сейчас только, однородных, соответственно, ну да, гамма-И векторных полей, поливекторных полей. То есть, это значит, вот, еще раз, гамма, это значит, что равно К, если гамма принадлежит к сечению К-той степени. То есть, это еще без вычета единицы, да. Лиевская градуировка на единицу, это самое. Вот здесь подразумевается Лиевская градуировка, то есть, здесь векторные поля сидят в степени не 1, а 0, потому что, ну, мы же говорим об отображении алгебр Ли, значит, как минимум, это должна быть та градуировка, как в алгебрах Ли, то есть, сдвинутая на единицу, и в Хоркшильде, и в поливеркных полях, да, понятно. Поэтому, когда мы будем, вот как бы, вот эта вот градуировка, вот в этом смысле, а если мы будем рассматривать градуировку тут, это будет гамма ИТ минус 1, да, вот так, на единицу меньше, понятно, да? Вот, и мы, значит, предположим, что вот для гамма-1 однородных степеней, ну, вот гамма ИТ, гамма И векторных полей, вот, у нас УМ, вот, это, значит, НКЦ, то есть, она, значит, на Н функция для какого-то Н, в принципе, тут не написано, что для какого-то Н, это зависит вот от этих степеней, ну, окей, пусть НКЦ, вот, значит, теперь НКЦ, и, значит, степень должна сохраняться с точки до единицы минус Н, значит, вот мы и пишем, гамма-1 минус 1, это степень, вот, Лиевская степень первого поливеркного поля, плюс гамма-М минус 1, то есть, тотально мы получаем сумма гамма И минус Н, да, это вот то, что степень вот этой части, она, значит, после сдвига плюс единица минус Н, потому что это сдвиг, это то, что означает, что сдвиг, должно быть равно, соответственно, вот Н, только не Н, а Н минус 1, потому что у нас НКЦ, цепь, по определению, но Хокшельская ее степень, она сдвинута на единицу, то есть Н минус 1, все прекрасно, вот у нас получилось первое тождество, оно получилось такое, что сумма гамма Итах, значит, равняется, соответственно, 2М плюс Н минус 2, ну, а дальше давайте просто вспомним, что мы, как бы, сказали, что у нас ребер будет столько торчать из этой вершины, чтобы все нечетные перемены как бы схлопнулись, то есть ребер из этой вершины, то есть вот стар И, да, вот так это называется, должно быть, естественно, равно просто вот эта вот степень гамма Итах, то есть, грубо говоря, количество ребер это то же самое, то есть количество ребер это та же самая сумма гамма 1 плюс гамма Н, вот, ну и отсюда мы получаем, что, соответственно, вот количество ребер это 2М плюс Н минус 2, то есть это просто следует, ну, дальше Концевич, конечно, на этом не останавливается, он говорит, ну, а что это значит? Это значит, что есть, значит, конфигурационное пространство, у которого Н одномерных точек, М двумерных, еще действует группа, которая там все сохраняет и понижает размерность на 2, и вот что интегралы, вот именно вот по такому конфигурационному пространству. Но к этому вернемся, а сейчас будет перерыв. Ну, минут там 5-6, ладно? Ну, минут там 5-6, ладно? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну да, сказать... Ну правда, это нужно, чтобы у нас, наверное, было какое-то главное расслоение или что-то там такое. Ну или там ассоциированное с главным. Ну то есть вот как-то, чтобы... Ну я имею в виду, что можно написать такую же алгебру Ли, которая будет давать там плоские связ... Который дифференционный функтор будет там плоские связности по модулю калибровочных преобразований. То есть просто вот буквально, что дифференционный функтор будет равен вот этому для некоторой конкретного примера. Ну как-то так, давайте мы это разберем, да, только, ну не сейчас, может быть, ну просто я, может быть, у меня была мысль сказать еще побольше примеров. Ну вот я буду... Там, собственно, можно вот этот пример и собрать, и пример, как деформации комплексных многообразий устроится. Ну в принципе, это можно было, конечно, дать как некоторое вот как бы задание для тех, кто хочет сдавать, но можно... Я тоже могу попробовать рассказать, потому что это может быть не совсем понятно, где прочитать, не знаю. Да, если только это не сегодня, ну то есть, ну в общем случае, ну вы правильно говорите совершенно, да. То есть это вот удивительно скорее, что вот как бы, то есть у нас есть даже алгебра Ли, которая более-менее, если у нас там расслои... Ну чтобы нам надо, чтобы связность как бы была некоторой же значной, где же алгебра Ли, да, то есть чтобы было такое вот как бы расслоение главное, что ли. Ну или что? Ну чтобы это была некая алгебра Ли действительно, или там какие-нибудь эндоморфизмы, что-то такое. Ну чтобы это можно было брать там скобки, вот. И после этого, да, действительно можно такую написать алгебру Ли, а это скорее всего просто формы, то есть это просто вот и ты член, это формы, же значные формы, где же это вот это алгебры... Да, 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 на базе, да, алгебру Ли, да. Ну может там просто не обижать, же значная она будет, и там уже структурная эта группа расстроена в Ли? Ну просто мы же хотим, чтобы у нас сама вот эта штука была даже алгеброй Ли, то есть чтобы у нас через... Да, да, я просто... Ну или она должна принимать значение в эндоморфизмах, что, конечно, тоже, наверное, для векторных связанностей можно сделать. Давайте обсудим, ладно? То есть вот просто, может быть, не буквально сейчас, а... Не, ну, это абсолютно правильный вопрос, то есть, ну, конечно, да, так и есть. То есть вот удивительно, что как бы любую, по сути дела, то есть, по крайней мере, очень много какую, если не любую задачу деформации, можно рассматривать, как применяя вот ту же самую схему нулевой кривизны, то есть вот-вот, и калибровочных преобразований. Вот это вот удивительно, на самом деле, почему так, то есть... Ну да, странно, тут указывается, у нас какая-то фимика с этим возникает, ну, там, ну, в каких-то моделях по кривизне, не обязательно по кривизне. Он же, ну, где он там по кривизне, в Черни Саймонсе строится, да, например? Но тут же другая фигня, тут не Черни Саймонс, тут АКСЗ, то, что называется. Ну, это я, я в этом тоже плохо разбираюсь, но вот нам обещают, что приедет Андрей Семенович, Иосиф, и расскажу, ну, или, может быть, кому-нибудь еще попросим, может, я расскажу. Потому что, ну, у меня в какой-то момент, когда про это было очень давно, Андрей Семенович это все рассказывал, и я даже читал какие-то статьи вот Альберта Саламоновича Шварца, из которых, в принципе, это все выросло. То есть там есть какие-то более ранние еще статьи, где Альберт Саламонович пытался там, ну, и Максим тоже пытались они пертурбативно разложить теорию Черна Саймонса, но потом они пришли вот к некоторой общей, такой более общей схеме, и вот как бы вот все вот это, это называется АКЗ модель, А Александра Вканцевич Шварц-Заборонский, AKSZ, вот. Ну, там, да, там какая-то другая схема, да, в общем, вот, и... Ну, есть вот, я не знаю, я не знаю, насколько это читаемо, но я думаю, что вот написано это наилучшим образом, вот есть статья Катанео и Фельдера, называется АКЗ формулейшн, AKSZ формулейшн оф деформейшн физейшн или что-то такое вот. Я могу скинуть, но я не уверен, что это читаемо. У них была первая работа, которая, ну, совсем физически написана, там какие-то открытые алгебры Ли, то есть я впервые понял, для того чтобы понять, что они в этой первой работе написали, пришлось там реально поглядеть какую-то книжку по физике, там вот есть трехтомник Вайнберга, вот в каком-то там томе, там про BV формализм, там вот написано про эти открытые алгебры Ли, тогда я понял, что та нет, а вот вторая работа, вот АКЗ, там это, она написана как бы более, что ли, концептуально, ну, хотя первая тоже интересная. Ну, в принципе, Максим это все имел в виду, просто он действовал как бы в обратном направлении, он, естественно, понимал про АКЗ модель, понимал, откуда это все растет, просто он решил это все написать математически. Вот. Ну, ладно, все, давайте мы начнем, начнем уже, начнем. А то. Так. Вот, значит, теперь наш топик, это как бы интересно было бы понять, каким образом, значит, вообще, почему, например, О1, под О1, значит, под О1 я уже буду понимать такой вот ренормированный, да, вот этот Хошель-Костер-Розенберг, вот, почему, вот, почему О1, например, не отображение там алгебры Ли? То есть можно сравнить О1 от, значит, вот, гамма-1, гамма-2 и О1 от гамма-1, О1 от гамма-2. Значит, здесь вот в левой части, это вот эта скобка, там, сход она, то, что называется. Вот. На самом деле, вот, великий голландский язык, на самом деле, это очень сложно. Это очень удивительно. По-русски говорят скобка сход она не инхейса, да, но на самом деле это, вот, скобка на поле вертанных полей, на полях, которая, вот, она, значит, вот пишется вот так, эти люди, это оба голландские имена. Первое читается сход она, а второе читается наинхаус. Вот, но это довольно... Ну, по-русски говорят скобка схода, но вот это вот здесь, а здесь скобка Герстенхайдера. Это разные скобки, естественно, но это просто как бы скобка, которая продолжает скобку на векторных полях. То есть это я уже, помните, объяснял, что вот мы считаем, что у нас есть, значит, вот функции и есть векторные поля. И сначала мы вот делаем скобку здесь. А именно, если у нас есть скобка двух функций равна нулю, скобка функции векторного поля равна просто по определению векторному полю по действию, ну да, когда мы действуем на функцию, и скобка векторных полей двух, она известна. Известна. Вот, ну и оказывается, что это можно продолжить дальше, если потребовать, чтобы гамма 1 с гамма 2 с гамма 3 оно было равно гамма 1, гамма 2, гамма 3 плюс-минус гамма 2 на гамма 1, гамма 3. А когда называется скобка ли векторных полей, то есть называется скобка ли векторных полей, да. Кстати, вот на самом деле, говоря о наших этих графах, вот что такое скобка ли векторных полей? Это вот V1, V2. Вот это вот такая вот штука, да. Ну, правда, это не совсем то же самое, что у нас было по той причине, что у нас значения принимались в функциях. Но мы можем на самом деле сказать, что окей, а сейчас мы хотим, чтобы значения принимались в векторных полях. То есть мы уже не обязаны все нечетные аргументы спаривать. У нас какие-то нечетные аргументы могут оставаться. Но, допустим, функции не будет вовсе. То есть будут только вот в верхней полуплоскости что-то жить. И тогда мы можем сделать вот абсолютно то же самое. То есть мы можем, например, для двух векторных полей, V1 и V2, написать граф, состоящий из одного ребра. Вот. И этот граф, он будет что делать? Он будет, это будет сумма по i. Вы должны будете взять v на dx и t, вот, умножить на dv1. dv1, dv2, значит, ну да, по d, x и it, да, но только это уже будет вот здесь. Это же векторное поле. То есть вы как бы все коэффициенты, ну это уже может быть не совсем буквально та же самая запись, потому что тут вы не обязаны все несчетные аргументы анигилировать. Но это на самом деле, по сути, это все то же самое. Просто у вас результат будет не функция там, а поливертерное поле. То есть в этом смысле, как бы, когда мы говорим вот об этой скобке, мы можем графично, это скобка с Howlton & Ninhase, мы можем графически ее написать таким образом, что это равно вот этому гамма 1, гамма 2, равно такому плюс-минус вот наоборот, когда это вот в эту сторону стрелка, а есть когда наоборот, вот в эту сторону. Вот. И действительно, если мы напишем вот эти самые гаммы-гаммы, там, допустим, гамма 1, как сумма, как я там писал, а и 1 и к d по d x и 1 d по d x и к, да, то же самое напишем для гамма 2. Вообще вот удивительное дело, что с одной стороны все понятно, чей стал гевраический, с другой стороны вот опыт показывает, что чтобы вот понять, что происходит, один раз полезно выписать это в формулах, да, тогда уже после этого можно уже говорить чей стал гевраический, и все будет понятно, правильно, да, то есть как-то так, ну, я не знаю, судя по всему, вот так получается. Я, наверное, точно так, не помню уже, да, вот тут, значит, g, l, тут будет d x, d y, да, допустим, 1, ну да, d, не, x, g, 1, d, d x, g, l. Вот, ну вот такая вот штука, да, и теперь мы можем как бы написать, что такое вот это поливекторное поле, то есть мы должны, в смысле скобка, вот, например, вот этот вот оператор, мы должны, там половина скобки, гамма 1, гамма 2, мы должны его написать таким образом, что, ну, мы должны как бы одной из этих самых x-ов подействовать на b, то есть мы должны написать, что это сумма по, вероятно, и от 1 до n, мы должны взять гамма 1, подействовать d x и там, вот, и умножить на d d x и t от гамма 2. При этом и то, и другое, это поливекторное поле, только это будет k минус, умножить в этом смысле, то есть это будет k минус 1, поливекторное поле, а это будет l поливекторное поле, то есть в результате у нас получится k плюс l минус 1, да? То есть это сумма, естественно, по i. А, тут написано, я извиняюсь. Вот, то есть это реально соответствует вот таким графам, и мы должны после этого вычесть, то есть мы должны написать гамма 1, гамма 2, минус, судя по всему, минус 1, гамма 1 минус 1, я думаю, как-то так, гамма 2 минус 1, только теперь, если эти 1 нечетный, вот этот, например, сейчас, если нечетный, то есть должно быть, что знак, в общем, тут еще, наверное, плюс 1 какой-нибудь нужен, сейчас, гамма 2, гамма 1. Вот, это значит, здесь у нас теперь, если хотя бы 1 четный, то знак должен быть минус, а если оба нечетные, да, то значит, вот так все правильно, да, то есть вот такой знак. То есть если оба нечетных, и только если оба нечетных, знак плюс. Вот, ну вот, то есть это реально, вот мы говорим, что это вот такой граф, минус такой граф и так далее. Ну вот гамма 1, вот в этом смысле сходами минкейса, это гамма 1, гамма 2, минус, минус 1, гамма 1, минус 1, я думаю, что это верно, гамма 2, минус 1, и тут гамма 2, гамма 1, вот как-то так. Ну, может, с точки зрения наоборот, конечно, я не знаю. То есть для верно, то есть для верно полей мы получаем стандартную скобку. Ну, хорошо, значит, смотрите, давайте мы, вот я хотел разобрать, как это все, вот в чем, собственно, состоит дефект от того, что, к тому, чтобы, то есть препятствие к тому, чтобы сам Хокшильд-Кост-Розенберг, вот деленный на k-факториалы, чтобы это было, значит, отображением алгебры линии. Что? Не будет с точки зрения границы, да, да, не будет. Да, да, ну, честно говоря, честно говоря, да, нет, на самом деле есть что-то про, вот я не знаю, там люди занимались в характеристике p, и там вот сейчас Дима Калерин что-то на тему говорил, и вообще люди занимались, но я, честно говоря, этим не занимался, я не помню. Но вы правильно говорите, что делить на p-факториал нельзя, поэтому возникает проблема. Ну вот я считаю, на самом деле его, наверное, есть, но его, наверное, как-то надо переопределить. Давайте я вот, может быть, сейчас не буду на тем, просто я не могу сходу точно сказать. Спасибо. Так, вот. Значит, что такое с точки зрения вообще, в чем разница? Вот я беру, как бы, вот, например, u1 от гамма 1 и беру u2, u1 от гамма 2 скобку Диасенхайбера. Значит, что такое скобка Диасенхайбера, я надеюсь, все понимают, это то же самое psi 1, psi 2, это значит Диасенхайбер, а это тоже psi 1, psi 2, так-то я написал? Да, так же. Минус, минус 1, psi 1, минус 1, psi 2, минус 1, а тут значит psi 2, psi 1, где psi 1, psi 2, это сумма, значит, тут, наверное, должна быть сумма по i, сейчас мы скажем, то есть, смысл в том, что мы должны взять psi 1 и тут написать там, подставить на итое место psi 2 от его аргументов, вот, на итое место и тут должен быть знак минус 1, я думаю, psi 2, минус 1, судя по всему, а тут, значит, еще должно быть i, где i, это вот это вот итое место, то есть, ну, l это количество аргументов psi 1, значит, l это вот так, ну, то есть, вот такая знакочередующаяся сумма, когда вы, как бы, на графическом языке, это означает, что у вас вот есть какой-то тут оператор, и вы теперь в этот, вот этот, psi 1, и вы в этот аргумент некоторый подставляете psi 2 и делаете вот как бы такой, как бы компонированный граф, да, понятно? вот, теперь давайте мы это сделаем для Хокшнед Хостер-Розенберга, это же совсем просто, вот что у нас получается, у нас получается, что вот у нас есть Хокшнед Хостер-Розенберг, вот, но вот в это вот место, это вот итое, ребро какое-то, мы должны подставить, на самом деле, вот такой вот граф, ну, то есть, результат, не просто функцию, а результат, вот, применения другого графа, вот тут будет гамма-1 сидеть, тут гамма-2, вот, 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 ну, понятное дело, что когда у нас вот это вот ребро дифференцирует такой граф, оно может это дифференцировать с двумя образами, ну, оно может вот это вот, оно равно, ну, рафли, так сказать, да, в сумме таких вещей, это будет вот такой граф, вот, плюс, вот, граф, когда это ребро, наоборот, опускается ниже и дифференцирует одну из функций, чисто по формуле рейбница, вот, я сейчас говорю не о весах, не об этих интегралах или коэффициентах, а чисто вот о том, как мы определяли по теории инвариантов, плюс, значит, вот такая вот штука, когда вы ее, вот это итое ребро, оно у вас дифференцирует, соответственно, вот идет сюда, да, вот не сюда, а сюда, и, соответственно, вот у этого слагаемого тоже есть много возможностей, оно может любую ногу, дифференцирует, понятно, да, что? Вот, ну и, значит, тут мы уже видим, что это совершенно не то же самое, что когда мы наоборот применяем О1 от гамма-1 гамма-2, ну, что такое О1 от гамма-1 гамма-2, но мы договорились, что гамма-1 и гамма-2 можно рисовать, как вот, собственно, просто скобку, тоже можно графически рисовать таким образом, то есть это будет, значит, вот такая штука, там, минус, когда будет наоборот, гамма-2, гамма-1, вот, но при этом, значит, вот здесь у нас должны быть как бы функции какие-то сидеть, и вот эта штука, она должна быть как бы кососимметрично, то есть мы вот то, что тут сидит, рассматриваем как одно поливекторное поле, то есть оно должно быть кососимметрично по всем аргументам, то есть вот результат вот этого дела, он должен быть кососимметричной к цепью на функциях, понятно, да, потому что Hochschild-Kost-Rosenberg кососимметричен по всем функциям, да, вот, а и то же самое тут, конечно, то есть то же самое, но вот какая-то такая фигня, то есть это будет вот как-то так, то есть они не обязаны, это какой-то вот своего рода шахл, потому что вы можете как бы, ну, считать, что, окей, про то, что гамма-1 и гамма-2 там по очереди по отдельности кососимметричны вы уже знаете, а дальше вы еще должны как бы кососимметризовать по вот этим шахлам, которые перетасовывают эти как бы две группы аргументов. То есть это не одно и то же, потому что, видите, вот здесь вот, во-первых, тут в чем проблема, во-первых, появляются вот члены такого вида, когда вот эта штука дифференцирует не гамма-2, а функцию, плюс появляется, значит, вот члены, плюс появляется вот внизу, наоборот, появляется такая тотальная кососимметризация, которой тут нету, потому что тут вот все кососимметрично по вот этим аргументам и как бы по вот остальным. То есть нету шафл вот такой кососимметричности. Вот. Ну и это, собственно, вот эти два феномена и приводят к тому, что одно не равно другому и можно показать, что одно равно другому с точностью до границы. Вот давайте мы это сейчас покажем, когда в случае, вот я просто подготовился, как бы, то есть у нас самый простой случай это когда гамма-1 это векторное поле или гамма-2, ну одно из них векторное поле, но это вроде не вызывает проблем, как вот сейчас посмотрим. По-моему, первая проблема возникает, когда оба бивекторные и гамма-1 и гамма-2. Ну давайте мы сейчас это самое посмотрим. Давайте для начала действительно, может быть, поглядим на то, что у нас получается, когда это одно из них векторное. По-моему, получалось, что все просто, что в случае векторного это сохраняется скобка. Сейчас поглядим. Так. Вот. Значит, окей, пусть гамма-1 векторное поле, а гамма-2 любое H или L поле. Поле. Вот. Тогда, значит, у нас какая картинка? Вот здесь вот это вот гамма-2, а тут векторное. Вот у меня есть такое слагаемое и есть сумма вот таких слагаемых. Да? Вот. И все. Окей. а значит да, сейчас, что-то я уже позабыл. Вот. Вот это значит то, что вот это у1 от гамма-1 у2 от гамма-2, да, стоит. Вот. А если то, что